В целях укрепления государственной границы мы обязаны уделить особое внимание развитию Баткенской области, заявил сегодня исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров. Глава правительства проводит рабочую поездку в Баткенскую область, в ходе которой он осмотрел ряд инфраструктурных объектов и поручил ответственным госорганам обратить особое внимание на качество работы. Также Садыр Джапаров отметил необходимость в приоритетном порядке рассмотреть вопрос по улучшению социально-экономической ситуации в регионе, безопасности на приграничных территориях. Маддина Низамова с подробностями. Баткенская область – стратегический регион, поэтому мы обязаны уделить ему особое внимание. Об этом во время своего рабочего визита подчеркнул исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров в числе инфраструктурных объектов, который посетил глава правительства новая насосная станция в селе Аксай. Строительство этой насосной станции началось в 2019 году. Она будет обеспечивать поливной водой жителей участка Бакай. Как сообщил директор госагентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев, строительные работы на объекте практически завершены. Сейчас в местности Аксай используется 290 гектаров сельскохозяйственных земель. После запуска насосной станции орошаемая площадь увеличится еще на 140 гектаров. Местные власти рассчитали, что появится 500 новых рабочих мест. Садыр Джапаров поручил завершить строительство в срок. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр в целом потребовал от чиновников качественных инфраструктурных объектов. Так, благодаря строительству автомобильной дороги Кокташтамдык и Аксайрават, местные жители смогут ездить в Лейлекский район, город Сулюкту, села Самаркандек и Актатыр в обход территории Таджикистана. Глава правительства ознакомился с ходом работ на объекте. Общая протяженность автодороги Кокташ-Аксай-Тамдык составляет 25 километров. Из них 23,5 километра завершено. Также Садыр Джапаров осмотрел строительство моста между селами Аксай и Копчигай. «Финансирование не будет приостановлено. Проблемам дорог, воды, а также госграниц в Баткенской области будет уделено пристальное внимание. Решить проблемы Баткенской области нужно в первую очередь, поскольку в этом регионе данные проблемы стоят особенно остро». Как подчеркнул Садыр Джапаров, у него вызывает обеспокоенность уровень жизни местного населения и проблемы, связанные с границами. Стратегически Баткенский регион граничит с двумя сопредельными государствами. «Проблемам границы будет уделяться особое внимание. Все вопросы соседними государствами должны решаться мирным путём, не вступая в конфликт. Я призываю к этому. Благодарю пограничников за охрану нашей госграницы и отдельно баткенский народ за работу». О планах по развитию региона, исполняющей обязанности президента, премьер-министр рассказал на встрече с активом области. Садыр Джапаров сообщил об общественно-политической ситуации в стране, а также объяснил причины, по которым его первая рабочая поездка по регионам стала в Баткенскую область. «Есть две основные причины, по которым первая я посетил Баткенскую область. Первая – почтить память героев баткенцев, а вторая – отдать дань уважения сыну кыргызского народа Исхаку Розакову. Мои нынешние цели и принципы работы близки к идеям Исхака Розакова. Он пытался восстановить экономику и систему управления страны, разрушенную в годы войны. «Для дальнейшего развития Баткенской области необходимо внедрять кластерные системы, продолжать строительство перерабатывающих заводов, улучшать инфраструктуру и повышать качество туристических услуг», подчеркнул Садыр Джапаров. «Мы сейчас тоже находимся в тяжелой ситуации. Дефицит бюджета, чрезмерная бюрократия и коррупция в системе государственного управления, хаос в парламентской и партийной системе. «Но я готов бороться с этим, мне нужна ваша поддержка. Только при помощи широкой общественности моя борьба даст результаты». Полпредправительство в Баткенской области уже получил указание завершить строительство социальных объектов согласно государственной программе развития приграничных территорий. Эта работа касается и местных органов власти в целом. «В этом году в городе Козылкия открылся крупный шиферный завод, который обеспечил рабочими местами 120 человек. Также была запущена текстильная фабрика. Сейчас на ней работает 300 человек. Но мы планируем увеличить мощность фабрики и довести рабочие места до 1000. Кроме того, мы продолжаем работу по строительству дорог и реализации проекта «Тазасу». «В нашей сельской управе мы выделили 1000 гектаров земли для строительства промышленной зоны. Здесь мы планируем запустить 13 предприятий. Самым крупным станет логистический центр для хранения фруктов и овощей, которые в дальнейшем будут уходить на экспорт. В промзоне будет создано 360 рабочих мест». Исполняющий обязанности президента, премьер-министр, также ответил на вопросы жителей области, связанные с дальнейшим социально-экономическим развитием Баткена. «В этом году в городе Козылкия открылся в городе Козылкия и в городе Козылкия и в городе Козылкия и в городе Козылкия и в городе Козылкия. На патках крurning под руководителя для Козылкия и в городе Козылкия которые существуют нам, пыльının омрены напримерМίсом Мастиева и в городе Козылкия и в городе Козылкия. Пыльhing вам желаю aí и прошло внимание. В числе вопросов по развитию инфраструктуры жители Баткена подняли такую проблему, как улучшение качества авиаобслуживания страны. Вопрос авиасообщения будем рассматривать. Сейчас в аэропортах нет ни одного самолёта. Однако у аэропорта имеется 30 миллионов долларов собственных средств. Мы рассматриваем, чтобы найти средства, закупить 5-6 самолётов. В этом направлении идёт работа, будет объявлен тендер. Два самолёта закупим для внутренних авиарейсов, два – для международных. Садыр Джапаров подчеркнул, что сейчас, после пандемии коронавируса, наблюдается дефицит бюджета. Однако он, как глава правительства, готов решать все насущные проблемы. Ушив-тоуду, билит котаром, Кыргыз-елиня, Кыргыз-мамлекетиня, ынтымакта, достукта, дюнецюзюга таңырды, Кыргыз-танды, дюнглөтю бөстюре вереніз. Аминь! Аллахайпан! 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 Отметим, что относительно приграничных территорий Баткенской области Садыр Джапаров уже дал ряд поручений Госкомитету национальной безопасности. В этой связи будет рассмотрена передача государственной пограничной службы в ведение ГКНБ. Мадина Низамова, Улан Маккамбаев, Иния Тергешева, Эльтер, Баткенская область.